Киберхимия школу можно будет взорвать в виртуальной реальности. Дальневосточные ученые разработали виртуальную лабораторию для проведения химических опытов в школах. К компьютеру, оснащенному специальным ПО, подключили шлем виртуальной реальности и ручные манипуляторы. С помощью этого комплекса преподаватель сможет дать школьникам свободу химичить без риска для здоровья. Если онлайн-курсы открыли всему миру доступ к лекциям лучших преподавателей мира, то технологии виртуальной и дополненной реальности в скором времени перевернут наше представление о доступности самых сложных практических и лабораторных работ, отмечают эксперты. На уроках труда начнут изучать робототехнику и технологии виртуальной реальности. Химичить без риска. Программный аппаратный комплекс, позволяющий проводить сложные химические опыты с реактивами и кислотами в виртуальной реальности и получать достоверные результаты, разработали ученые Дальневосточного федерального университета, ДВФУ. Он представляет собой компьютер с подключенным шлемом виртуальной реальности и специальными ручными манипуляторами, которые по Bluetooth передают в компьютер данные о том, что делает ребенок. Преподаватель может дать учащимся свободу действий без риска, что кто-то от их опытов пострадает. Например, опрокинет соседу на колени пробирку с серной кислотой, рассказал известием разработчик VR-приложения, эксперт-центр анти-ДВФУ по VR-слэша, химик по образованию Виктор Демин. Можно знакомить учащихся с современным лабораторным оборудованием без риска его порчи. Лаборатория. Студенты из Индии на занятиях в кабинете химии в школе биомедицины Дальневосточного федерального университета во Владивостоке ФОТО, РИА Новости, Виталий Яньков. Для тех, кто в маске, VR, оказался универсальным помощником. Как виртуальная реальность учит человечности и избавляет от боли. Еще один плюс виртуальной лаборатории. Преподаватель может отслеживать действия каждого ученика и легко создавать новые лабораторные работы. Для этого достаточно просто скачать программу. Виртуальную лабораторию легко развернуть где угодно, в парке в хорошую погоду, в школьной библиотеке или в любом свободном учебном кабинете. По мнению разработчиков, аппаратно-программный комплекс будет в разы дешевле стандартной школьной лаборатории. Достоверная виртуальность. Программа позволяет определить, что получается, если смешать одно вещество с другим, при этом учитывая соотношение количества веществ, их концентрации, температуру и другие факторы. Также в ней заложены системы визуализации, которые отвечают за создание картинки кабинета, стола, приборов, бутылей, колб и т.д. А благодаря манипуляторам у пользователя появляется возможность брать объекты. Например, школьник сможет взять бутыль с раствором и перелить его в колбу. В ходе лабораторной работы ученики могут видеть химические процессы, выпадение осадка, выделение газа, изменение цвета и т.д. Помимо ПО, ученые разработали комплект методических материалов, который необходим преподавателям для проведения занятий с использованием этого комплекса. Студентка. Фото, РИА Новости, Виталий Яньков. Васильева призвала оснастить школы химическими лабораториями. Рабочие прототипы контента для внедрения технологий виртуальной и дополненной реальности в систему общего образования были продемонстрированы на Московском международном салоне образования в апреле этого года. «Наша главная задача – повысить качество и доступность образования», – говорит проректор по развитию ДВФ Дмитрий Зимцов. Современный технологический пакет виртуальной и дополненной реальности позволяет оцифровать серьезную часть практических занятий, с которыми мы сталкиваемся в школе, колледже или на первых курсах университетов. А все, что может быть оцифровано, легко сделать общедоступным. Как онлайн-курсы открыли всему миру доступ к лекциям лучших преподавателей мира, технологии виртуальной и дополненной реальности в скором времени перевернут наше представление о доступности для обучающихся самых сложных и дорогостоящих видов практических и лабораторных работ. В голову ударило. Как виртуальная реальность меняет жизнь людей. Экзамен в игре. Разработчики ведут переговоры с Минпросвещением и руководством нескольких школ, чтобы уже к концу 2018-2019 учебного года внедрить технологию в формате педагогического эксперимента в пилотные учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока. Предполагается, что с помощью VR-R технологии школьники смогут готовиться к ЭГЭ и ЭГЭ. Учитель химии гимназии ДВФУ, выбранной для эксперимента, Светлана Середа уверена, что программа сделает практические работы интереснее. Она даст учащимся возможность проводить опыты безопасности для здоровья, но, думаю, полностью переходить на виртуальные лаборатории не стоит, отметила она. Благодаря комбинации стандартной учебной программы и обучающих компьютерных игр можно будет удерживать внимание и интерес ученика. Я готова принять участие в эксперименте. VR. Очки. Фото. Deposit photos. Жизнь в дополненной реальности будет ужасной. Энтони Ривса будущим бывший глобальный исполнительный креативный директор Amazon рассказывает о том, что произойдет с брендами и вещами. Виртуальные лаборатории попадут и в учреждения среднего специального образования. Директор гуманитарно-экономического колледжа ДВФ Умория Юденко сообщила извест тем, что очень важен экономический эффект от введения новшества. Для меня как директора плюсом является то, что такие технологии снизят затраты на обновление материальной базы лаборатории и расходные материалы для практических и лабораторных работ по химии, считает педагог. Скудность школьного оборудования больше не сможет ограничивать детей в возможности испытать на практике задуманные эксперименты. Требуется лишь обучить учителей координировать процессы погружения в мир виртуальной и дополненной реальности. Во внедрении виртуальной лаборатории в школы и колледжи примут участие в Гоуфонд новых форм развития образования и Российской академии образования. Соответствующие соглашения уже подписаны.